А теперь мы приглашаем пройти к нам, да-да, классных руководителей девятых классов. Ирина Владимировна, Ирина Владимировна. Чтобы ребятам не было обидно, для вас тоже небольшое задание. Внимание, вопрос. Назовите, пожалуйста, все позитивные черты характера наших выпускников. Большие выдумщики, трудолюбимые, фантази, так, фантази рассказала, выдумщики, очень веселые, очень эморные, очень надежные, скромные временами на уроке во время ответов, чересчур активные, на переменах. Добрые, очень добрые, надежные, светлые, любимые, радостные, обаятельные, привлекательные, любимые дети своих родителей. Все сказал. Мы благодарим вас за прекрасный ответ и вручаем вам маленькие памятные подарки. Спасибо большое. Ну что, вы уже расслабились? И думаете, что на этом все? Не тут-то было, но есть и хорошая новость. На следующие вопросы вы отвечаете коллективно, всей своей дружной семьей. Ребята, классные руководители. Помощь родителей в случае необходимости также приветствуется. Итак, экзамен по физике. И первый вопрос. О каком законе физики мы вспоминаем в день Святого Валентина? Противоположенцы принесать инсульс. Закон всемирного притяжения. Второй вопрос. Как называется научно обоснованная пустота? Действительно, этот вакуум. Дополнительный вопрос. А где находится научно необоснованная пустота? В голове. Правильно. Вопрос с подвохом. Как называются механические колебания, которые действуют на слух человека? Действительно, это звук. Дополнительный вопрос 2. Скорость этого 343 метров в секунду. Скорость чего равна 343 метров в секунду? Это скорость звука в воздухе. Как вы думаете, о чем мы пытаемся вам намекнуть? На самом деле, это хорошо законспирированный учителем физики вопрос про звон колокольчика. Коллективный экзамен, где в роли экзаменаторов выступали ученики 8 классов, подошел к концу. И все дружно и великолепно с ним справились. Поздравляем! Желаем, чтобы все сложности в дальнейшей жизни всегда быстро и легко и совершались. А рядом были всегда те, кто помогут и поддержат. А теперь сладкий приз, чтобы поддерживать мозговую деятельность до официальных экзаменов. КОНЕЦ 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 Мы рады быть сегодня свидетелями отправления замечательных пассажиров поезда в детство и юность. А напоследок примите еще один маленький памятный подарок – колокольчики с пожеланиями от учеников восьмых классов. Добрый путь, дорогие выпускники! КОНЕЦ Максим, как ты думаешь, люди чаще благодарят или просят чего-то у других? Зависит, наверное, от человека. Но расскажу вам следующее. В раю было два ангела. Один всегда отдыхал на облаке, а другой летал от земли к Богу. Отдыхающий ангел разложенно спросил другого. Что ты все летаешь туда-сюда, не сидится тебе на месте, крыльями машешь, отдыхать не мешаешь. Я ношу Богу послание, которое начинается со слов «Господи, помоги», а ты-то почему почти всегда отдыхаешь. А я уполномочен носить Господу послание, которое начинается со слов «Благодарю тебя, Господи». Так что, к сожалению, часто происходит, что чувство благодарности устаревает быстрее всего. Дорогие выпускники, пусть чувство благодарности к вашим родителям не устареет вас никогда. Ведь именно с ними вы сделали свои первые шаги, произнесли первые слова, прочитали первые книги, написали первые сочинения. Перечислять можно бесконечно. Примите сердечные пожелания от самых близких и родных людей, от ваших родителей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Поксим, а как ты думаешь, в чем смысл жизни? Напомню-ка я тебе маленький сюжет из одного фильма. Однажды земляне с помощью какого-то сложного прибора наладили связи с инопланетными существами. Запомните, сел старичок профессор, на правой материале «Чего суп это в жизни?» Когда он услышал ответ в наушниках, подледнел и умер. Тут же на его место посадили молодого ученого и сказали, спроси, в чем смысл жизни. Молодой человек услышал ответ и сказал, боже, как это просто, и тоже умер. Тогда вопрос о смысле жизни задавать перестали, потому что поняли, если человечество на него ответит, исчезнет смысл самой жизни. Поэтому лучше ищите именно свой смысл жизни и свою нишу в этом мире. Дорогие выпускники, вам слово. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Аплодисменты! 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 Нужны ли нам вообще языки? В этом нас убедили наши учителя. Опетая Юрля, Анна Ле Александровна, Юлия Петровна и Опетая Карт. Английский язык поэтичен, не правда ли, милый наш титчер, любимый и фрезент и фьючер. Мы знаем все лучше и лучше, склонение глаголов нам близко, мы думаем так по-английски, респект вы сегодня примите, вы точно the best наш учитель. Благодарим учителя английского Светлану Яковлевну, Эльгиру Викторовну и Людмилу Владимировну. Этот вагон, в котором находится навигатор нашей жизни. Благодаря географии мы можем определить стороны света с помощью компаса. Благодаря биологии стороны света мы определим помху или шайнику. Зная магниты поля Земли, выберем верное направление. Зная анионы и катионы, в жизни можно найти себе компаньона. За знания в этих предметах мы благодарим учителей-предметников. География Иванова Маргарита Александровна. Геология и химия Люка Валерина Владимировна. Физика Грады Евгении Ивановны и Гашков Леонид Николаевич. И, конечно же, Гера Васильевна, из которых уже состоялась генеральная практическая работа по физике и химии. АПЛОДИСМЕНТЫ Вас любил. Любовь еще, быть может, в душе мою гасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью, то ли. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим. Так красивые, эмоционально выражающие чувства, а главное и грамотно писать, могли научить нас только творческие учителя, мастера русского языка и литературы. Бородавина Наталья Николаевна, Стругова Марина Борисовна, Симонович Тамара Федоровна и школы библиотекарь Галина Георгиевна. Ой, какой небольшой прицепной вагончик. Что, и там тоже нужно быть? Нужно-то нужно, но некоторые заходили туда почему-то не всегда, а зря. История. Учитель истории говорит. Итак, сегодня у нас будет контрольная. А калькулятором можно пользоваться? Можно. А транспортировать? Тоже можно. Итак, запишите тему контрольных. История Эстонии 17 века. Благодарим за понимание и терпение Смолова Романа Васильевича. Прикладные науки. Ответственные за формирование этого вагона были Бондаренко Иона Юрьевна, Ракни Александр Николаевич, Меняева Маргарита и Карадаев Павел. Благодаря этих учителям мы можем работать как дипломированные специалисты. Иона Юрьевна дала начальные знания в профессии повара, швеи, пекаря, официанта, дизайнера, стилиста, художника-оформителя, искусствоведа, чертежника и множества трубин. Александр Николаевич дал знания в профессии столь, столера, сварщика, кузнеца, электрика, автоматика, строителя, маляра, маляра, починчика, чему-нибудь. Маргарита и Павел в профессиях музыкального критика, певца, звукорежиссера, диджея и многих других. Спасибо вам всем за наши творческие способности. А в этом вагоне всегда проводят физкульт-минутку. Благодарим за наш бодрый и здоровый вид преподавателей физкультуры. Чашкина Сергея Геннадьевича, Кондратьева Владимира Михайловича и Николаеву Галину Викторовну. А кто же у нас вечно бегает по всем вагонам, подключает, настраивает, разрешает конфликты между учителями и компьютерами? Это незаменимый Рашид. Ну а для нас уроки информатики всегда проходили весело и интересно. Что в компьютере внутри? Как с ним управляться? С этим что не говорили, сложно разобраться. Но вы все нам рассказали. Большое вам спасибо. Пусть все то, что пожелали, в жизни у вас было. Ну что, можно управлять поезд? Подожди, подожди. Ну как может поезд поехать без начальников-машинистов? Самым-самым главным является директор Арны Перемяги. Самым главным – это учащий Арны Елене Ивановне. Главным руководителем по интересам – Каратайова Вера и Варунская Наталья. Мы хотим поблагодарить за поддержку, за внимание, за понимание, за ваш нелегкий труд. Ну вот, теперь все и все готовы. Погоди, погоди. А как же наша любимая столовая с тетей Светой, гардероб с тетей Валей, фахта с тетей Юлей. И внимательно Анну с прививками, капельками, таблетками. И аревью Юлия Анатольевна, которая все контролировала. Они остаются помогать, кормить и ухаживать другими ребятами, а мы им выражаем искреннюю признательность. Спасибо вам, учителя, за то, что круглая земля, за трою и за карфаген, за бензохлорепропилен, за жи и жи, за дважды два, за ваши теплые слова, те, что теперь в себе храним. За все мы вас благодарим. За ваш, за труд учителя, отчасти укротителя, классного руководителя, спасибо говорим. Спасибо за участие, глаголы и причастие, за Пушкина и Чехова мы вас благодарим. Спасибо за ботанику, глагол, за валентность и органику, за ток и за механику, спасибо еще раз. Надеемся, простили мы за то, что взять бастилию гораздо легче, чем вложить любые знания в нас. Но это еще не все. Осталось два учителя, которых мы бы хотели поздравить по-особенному. Людмила Владимировна, Ирина Владимировна. Спасибо. Ирина Владимировна, Ирина Владимировна. Ирина Владимировна. Ирина Владимировна. Ирина Владимировна. Ирина Владимировна. Ирина Владимировна. Мы... Вот и прилетели незаметно эти девять лет. Сколько же моментов было у нашей семьи. Помню нашу первую встречу с вами, Ирина Владимировна, когда мы еще были совсем карапузиками. Спасибо вам за все переживания, улыбки, выносы мозга. Ирина Владимировна. Ирина Владимировна. Ирина Владимировна. Ирина Владимировна. Пинок дали мне под зад, когда я один день в школу не пошла. Было больно, но вам все упрощается. Я могу перечислять много наших воспоминаний, но нужно слишком много времени. Очень сильно все вас любят. Спасибо вам за то, что вы добавляете своих учеников на путь открытия. Таким талантом может обладать только настоящий учитель. Спасибо за то, что в течение этих долгих лет были нашим наставником. Спасибо за поддержку, советы и все знания, что вы имели. Хотела бы поблагодарить наших любимых учителей за нашу такую семью. Я бы сказала, если бы не было бы Ирина Владимировна, то не было бы того, что есть сейчас. У меня не было бы тех бы друзей, тех одноклассников, которые бы меня всегда поддерживали, всегда помогали и делали все возможное, так же, как мы все друг друга. Я считаю, что если бы не было бы Ирина Владимировна, то у нас не было тех моментов, которые я сейчас вспоминаю с большой радостью. Как мы ездили в Питер, наши поездки на пикник, наши поездки в Кауксин, как в инспорниках, не было бы было бы. А Ирина Владимировна все говорила, а не ной, все будет нормально. Жанна, прием домой, скоро. Ой, я много с чего упала у нее. И хотела бы такой смешной момент вспомнить, когда Ирина Владимировна называла бабушкой и братушкой. Ирина Владимировна, я это помню. Я знаю, наш класс не очень активный. Я знаю, что вы всегда старались для вас и поддерживали нас всегда. И желаю вам любимых, активных и дружелюбных учеников в следующих годах. Дорогая Ирина Владимировна, простите нас за все. Спасибо вам, что не отвернулись, несмотря на все наши простые. Вы начали нас справляться с трудностями. Вы помогали нам, когда нам было тяжело. А также вы дали нам понять, что в земле нет питательных веществ. Мы прошли с нами этот трудный путь, посвятили нам все эти годы. Учили нас терпением и пониманием. Пожалели для нас времени. Верили в нас, даже когда мы опускали руки. Спасибо вам за все. Очень запомнилась экскурсия с вами, когда мы ездили на болото. И вот эти покрысянки очень запомнились. Дорогая и думать, что мы спасем дом за эти 46 лет. Очень успокаивали вас, поддерживали, давали советы. Я никогда не забуду вас, потому что не происходило в раздельных школах на жизнь. Мы спасаем дом за все. Кок, откуда деревья берут питательные вещества? Из земли, Ирина Владимировна. Иди, бережку, ешь землю. Ирина Владимировна, рады мы, что жизнь свела нас, что мы попали именно в ваш класс. Желаю вам душевного веселья, отличного всегда вам настроения. Уважаемая Людмила Владимировна, я хочу поблагодарить вас за это время, проведенное с вами. За то время, что вы заботились о нас, поддерживали и давали советы, наставляли на путь истинный, так сказать. И хотелось бы сказать также спасибо Ирине Владимировне. И я не забуду, наверное, ту историю, как я пришел, был на урок на биологию, и вы мне сказали, Тёма, ты что, в армию собрался? Дорогая Ирина Владимировна, мы вас очень сильно любим, несмотря на то, что вы много раз ругались на нас, кричали. Мы все равно вас никогда не забудем, мы будем вас любить вечно и помнить тоже вечно. Хочу поблагодарить вас за вашу поддержку, за то, что вы не оставляли нас наедине с нашими мыслями, что всегда пытались поддержать нас и найти нужные слова. Также хочу поблагодарить вас за то, что вы горели нас, когда нам было холодно, когда мы ездили в разные поездки, вы также пели с нами песенки, детские песенки в автобусе, это навсегда останется в наших сердцах. Также хочу поблагодарить вас за то, что вы всегда находили для нас время. Дорогая Ирина Владимировна, спасибо за все время, что были с нами. Вы нас многое лучше. Надеемся, что у нас тоже чем-то лучше. Ирина Владимировна, вы отличный учитель, вы многому нас научили за эти годы, вы всегда нам указывали на ошибки, вы веселились вместе с нами, и за это вам огромное спасибо. Я считаю, что Ирина Владимировна, вы не умеете читать баллон контрольных, конечно. Милая Ирина Владимировна, это был самый лучший год в моей жизни. Спасибо вам за все. Я ценю ваш труд. Дорогая Ирина Владимировна, спасибо вам за то, что в течение этих голубых лет вы были нашими наставниками. Спасибо за советы, поддержку и знания, которые вы нам дали. И я никогда не забуду эти уроки биологии, на которых вы нам долго и упорно объясняли, что в природе грязи нет. Уважаемый Ирина Владимировна, спасибо вам за поездки, за знания, больших лет. Здравствуйте, Людмила Владимировна. Хочу признаться с глядами за то, что все эти 6 лет вы носили вам много. У нас дружить, учили, любить, тепло, понимание для меня. Мы никогда не сможем подобрать технику, что вместе с вами. Самые лучшие. Вы переживали за нас иногда больше, чем мы сами. Мы всегда радовались нашим успехам и никогда не забывали про нас. Мы неповторимые, поверьте, мы всегда ценили то, что вы для нас делали. Спасибо. И помните, главное, что вы все здоровы. Спасибо вам за все. Это были лучшие 6 лет, которые мы провели с вами. Мы ценим каждый момент с вами, каждое слово, что вы нам говорили. Спасибо вам за все. Внимание, внимание. Докровление в пользу детства. Юность остается 10 минут. Провожающих просим покинуть вагоны. Хорошо. Начнутся скоро первые экзамены. Все то, о чем мечтали вы, пусть сбудется. И с детства вы не сможете заново, как первые вальсы, но и позабудется. И вот стоите вы торжественно, несмело. И вдаль известный зовет сегодня вас. Самый лучший, самый важный, самый первый. Прекрасные школьные расставания вальс. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...